Маршрут перестроен Доброе утро всем гостям Волгограда. Привет, мой друг, привет. Съемочная группа проекта «Открывай Россию» заново готова. Это раннее утро для всех нас началось довольно необычно. Не с кофе и не с бесплатного завтрака в отеле, а с прогулки вдоль Волги, матушки. Да, дружище, вот такой сюрприз я приготовил тебе. Кто еще не знает, меня по-прежнему зовут Давид Вартазарян, самый креативный путешественник России. Но это для тех, кто сейчас смотрит нас в телефонах или по ТВ. Мне регулярно звонят, пишут и спрашивают, куда вы возите группы и провожу ли я индивидуальные туры. А я отвечаю, нет, не вожу. Я наслаждаюсь и природа сама проводит мне персональные экскурсии. В путешествии я испытываю кайф, восторг. И сказал бы более открытым словом, но только тут могут быть дети. Семейные догадаются, о каком кайфе речь? Самые недогадливые вспомнят кекс. Но это не самое сладкое блюдо семейной жизни. Ну да ладно. Сегодня мы совершим первую онлайн экскурсию, и я попробую себя в роли экскурсовода. Только вы мне там по ту сторону экрана обязательно напишите, подходит ли мне вот такая новая профессия. Прелюдия окончена, прогулка начинается. Мы продолжаем наслаждаться прекрасным городом Волгоград. Итак, мы на набережной величественной Волги. Матушки. Не-не-не-не-не, мы за культурный отдых. Река моей любви. А, для многих это река любви. Левый, левый, левый берег Дона. Эээ, какой Дон? А, ну конечно, мы приедем и к тебе, Дон. Да-да-да-да-да, не скучай. Утирает сопли нам белая река. То, что ж такое, какие сопли, мы абсолютно здоровые. Уж больно, холодна и глубока река. Варвара. Холодна не знаю, но глубока точно. История набережной началась еще в начале 19 века. Любой город, расположенный у реки, обустраивает прибрежную зону. И не использовать такое выгодное географическое расположение было бы преступлением. Волгоград, ну тогда Царицын, будучи городом у берегов такой могучей реки, как и Волга, пошел дальше. Он стал точкой пересечения множества водных, туристических маршрутов и логистических направлений. Поток речных судов перевозили туда-сюда разные товары, от металла до арбузов. Кстати, у нас тут очень классно растут бахчевые культуры и рекомендую взять обязательно домой. Со временем появлялись различные торговые точки, хранилища и небольшие цеха. Деревья вырубались, а Царицынский порт обретал масштаб мега-российского значения. Для удобства у пристани были построены комфортные лестницы. Купцы из разных уголков России съезжались для обмена, покупки, продажи, выражаясь нынешним языком, делать бизнес. А где хороший бизнес, там новая инфраструктура для привлечения еще большего числа бизнесменов и инвесторов. Но Волгоград не поддался искушению и не отдался безумству денежного потока. Он решил облагородить свою многокилометровую набережную и привлечь сюда людей для проживания, создать комфортную зону отдыха и популяризировать эти места для приезжих, для путешественников и даже богатого сословия людей. Все шло хорошо для Царицынского порта. Пока в 1913 году большой оползень не разрушил многолетние строения. Я думаю, вырубка деревьев стала причиной такой катастрофы. В Америке, в Азии, Западной Европе много известных случаев подобных эко-проблем. Восстановлением прибрежной зоны занялись только в 30-е годы. Да, деревья снова появились. Но снесенные церкви и храмы – акт свирепой атеистической идеологии. Ты знаешь, я уверен, любое богохульство и уничтожение мест собрания искренне верующих людей наказуемо. Это пощечина Всевышнему. И неважно, в какой стране, городе или деревне это произошло. Я думаю, что если большевики не уничтожали бы храмы, мечети, соборы, церкви, и не было бы гонений на верующих, войны, может, и не было. Это предположение, это мое мнение. Но однозначно, бесследно для страны, которая уничтожала веру и насаждала лживую религию про светлое будущее, такое богохульство не прошло бы. Более 25 миллионов жертв. Ну ладно, это не тема нашей прогулки. В 1937 году завершилась генеральная стройка, и набережная эта приобрела богатый и такой продуманный вид. Но началась Вторая мировая война и снова катастрофа. На этот раз не природная стихия, а стихия человеческой ненависти. Регулярные бомбежки, переправки раненых и мирного населения через Волгу, танковые снаряды, авианалеты беспощадно стирали все довоенные труды. На защите этих мест стояла знаменитая 62-я армия во главе генерал-лейтенанта Василия Чуйкова. Сталинград отстояли, и впоследствии набережной присвоили название 62-й армии. По сей день это название и сохранилось. После войны 7 лет строили набережную. Стой! 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 Вот видишь, это центральный, так сказать, парадный вход. 8 пролетов, 100 ступенек шириной 40 метров. А пропеллеи с колоннадой, вот видишь, оживляют события Сталинградской битвы и не дадут забыть эти страшные трагические месяцы человеческой истории. Лестницу эту построили в 52-м году. Красиво? Красота-то какая! Лепота! Сейчас набережная двухуровневая, верхняя, вот там, повыше, парк Победы, который мы посмотрим уже в следующий раз. И там же пообедаем в ресторане «Маяк». А нижняя терраса у самой реки и речной вокзал. Протяженность этой набережной 3,5 километра. Ну, не бойся, по жаре все мы не прошагаем. Я угощу тебя коктейлем и СССРовской газировкой. В целом, набережная – это наше излюбленное место, и всех гостей города мы приводим сюда для отдыха и провул. Здесь и концертная сцена. Вот там ставят кресло для зрителей, и можно спокойно присесть и наслаждаться выступлением каких-то эстрадных коллективов или исполнителей. На всей территории набережной расположилось много памятников, фонтанов, аллей, а также посадка на прогулочные катера, теплоходы и даже корабли. Большинство экскурсий проходят через эту локацию, а на праздники тут вообще все превращается в некий амфитеатр. Это фонтан искусства. Прежнее название – «Дружба народов». Не знаю, почему бы они поменяли, но сейчас в народе это называется искусство. Все, что мы видим, это восстановленное после войны. А кое-что – отголоски тех страшных событий. Ну что, сделаем перерыв, с меня коктейль и угощение. А потом продолжим. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!